СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК ГОСУДАРСТВО НОВОГО ТИПА Начало ему было положено в 1917 году Страна победившего социализма Развитая индустриальная держава Хозяин здесь человек труда В советской стране покончено с социальным неравенством Эксплуатацией С духом жестокости насилия Завоеваны подлинные демократические свободы Все созидательные силы общества Отданы человеческому прогрессу Советскому государству немногим более 60 лет Итог победы Великого Октября Воплощение в жизнь идей Владимира Ильича Ленина Ленин Это имя знают сотни миллионов людей во всем мире Для одних он великий друг, надежда Знамя их борьбы против порабощения и эксплуатации Для других злейший враг Беспощадный, неспровергатель буржуазного правопорядка Действительно он был и тем, и другим Но прежде всего он был человеком Гениально одаренным, удивительным Наш фильм всего лишь о нескольких страницах Великой ленинской жизни И о первых, самых трудных годах Молодой тогда еще только родившейся Республики Советов Глава первая Пролетариату необходима государственная власть Ленин Осень 1917 года Петроград Под руководством Ленина Великая Октябрьская социалистическая революция победила Пущены в ход и начали свой отсчет времени Часы новой человеческой эры Впервые в мире коммунистическая партия Стала правящей партией страны Первая забота Ленина о мире Остановить длящуюся вот уже три года Разорительную войну Вернуть людей из окопов Дать народам России Возможность свободной жизни Свободного труда Во главе с Лениным Образовано первое советское правительство В него вошли профессиональные революционеры Коммунисты Ни у кого из них не было опыта государственного строительства Впрочем, его и не могло быть Все начиналось впервые Отныне наступает новая полоса в истории России Русская революция должна в своем конечном итоге Привести к победе социализма Социализм Это будущее человечества Было предсказано теорией марксизма Но революция произошла здесь В отсталой, преимущественно крестьянской Полной социальных контрастов России В этих условиях На этой веками сложившейся исторической почве Началось невиданное переустройство общества Один из первых законодательных актов новой власти Декрет о земле Помещичьи собственность на землю Отменяется немедленно Без всякого выкупа Теперь вся земля Собственность народа Ни одна из соперничавших тогда С коммунистами партии Не могла предложить трудовому народу Такой широкой программы Демократических реформ Мы можем управлять только тогда Когда правильно выражаем то, что народ сознает Говорил Ленин Кинодокументы свидетельствуют Да, это было именно то, чего ждали О чем могли только мечтать Столетиями угнетаемые народы России Это снято позже При жизни Ленина на полях еще не было таких машин Но гениально прозревая будущее Он еще в 1919 году писал Если бы мы могли дать завтра 100 тысяч первоклассных тракторов То средний крестьянин сказал бы Я за коммунию Успехи советской власти Вызывали высочайший политический И духовный подъем народа Но это вызывало также бешеную злобу Открытое вооруженное сопротивление Эксплуататорских классов При поддержке империалистических государств В России была развязана Гражданская война Вы услышите голос Ленина Он напутствует уходящих на фронт бойцов Товарищи красноармейские Капиталисты Англии, Америки, Франции Ведут войну против России Они помогают деньгами И военными припасами русским помещикам Которые ведут против советской власти Войска из Сибири, из Дона, Северного Кавказа Желая восстановить власть Ая, власть помещиков, власть капиталистов Нет, этому не бывает Красная армия непобедима Ибо она объединила миллионы трудовых крестьян С рабочими Которые научились теперь бороться Научились товарищеской дисциплине Не падают духом Закаляются после небольших поражений Смелее и смелее идут на врага Знают, что близко полное его поражение Революция должна уметь защищать себя Говорил Венин В жестоких классовых битвах Первых послереволюционных лет Родилась армия принципиально нового типа Рабоче-крестьянская, освободительная Армия народов Она защищала советский строй Свою народную власть Именно поэтому Республика Советов Уже к концу 1920 года Справилась и с внутренней контрреволюцией И с вооруженной интервенцией 14 государств Трудности социалистического строительства Были огромны Казалось невероятным разбудить Отсталые районы бывшей царской империи Нарушить, изменить Тысячелетиями сложившиеся обычаи Быть И все же ветер революции проникал всюду Раскрепощение национальное, политическое, экономическое Но прежде всего рождение нового человека В этом проявлялся гуманизм социалистического созидания Первый учредительный съезд народов Татарии На смену сломанной буржуазной машине Приходят новые формы управления, советы Они учились управлять государством По предложению Ленина В 1918 году Съезд Советов принял первую советскую конституцию Политическую основою составила написанная Лениным Декларация прав трудящегося эксплуатируемого народа Конституция закрепляла важнейшие завоевания октября Диктатуру пролетариата Союз рабочего класса с крестьянством Подлинную демократию Этот опыт не забудется, писал Ленин Он вышел в историю как завоевание социализма И на этом опыте Будущая международная революция Будет строить свое социалистическое здание Глава 2 Коммунизм это и есть советская власть Плюс электрификация всей страны Ленин Это наследство досталось советскому правительству от царского строя В 1920 году производство в России по сравнению с 1913 годом уменьшилось в 7 раз Выплавка стали более чем в 20 раз Разруха Нехватка продовольствия По прямому указанию Ленина принимаются чрезвычайные меры по борьбе с голодом Прежде всего накормить детей Были созданы продовольственные отряды для доставки хлеба в индустриальные центры Надо было решить главную задачу Добиться подъема крупного промышленного производства Создать материально-техническую базу социализма и коммунизма Крупная промышленность национализирована Установлен восьмичасовой рабочий день Рабочий контроль на производстве Однако этого мало Важно отношение человека к труду 10 мая 1919 года Рабочие Московско-Казанской железной дороги В свободное от работы время отремонтировали несколько паровозов Казалось бы малозаметный факт Но Ленин увидел в этом событие исключительного значения Рост социалистического сознания Великий почин Коммунистическая организация общественного труда Чем дальше, тем больше будет держаться На свободной и сознательной дисциплине самих трудящихся Гражданину Ленину Жители подмосковной деревни Кашино пригласили Ленина на свой праздник Открытие сельской электростанции Владимир Ильич откликнулся на приглашение Поехал вместе с женой Надеждой Константинной Крупской Фотографии, сделанные в тот памятный день Ленин вспоминает Один из крестьян назвал тогда электрический свет неестественным Конечно, для беспартийной крестьянской массы Электрический свет есть свет неестественный Но для нас неестественно то, что сотни тысячи лет Могли жить крестьяне и рабочие в такой темноте В нищете, в угнетении у помещиков и капиталистов Со всей энергией Ленин проводит в жизнь идею всеобщей электрификации И вот в декабре 20-го года Делегаты 8-го Всероссийского съезда советов Слушали доклад инженера энергетика Крыжжановского Он говорил о невиданном, поражающем воображении Ленинском плане, государственном плане электрификации России Ленин видел в этом вторую программу партии Только тогда, когда страна будет электрифицирована Когда под промышленность, сельское хозяйство и транспорт Будет подведена техническая база современной крупной промышленности Только тогда мы победим окончательно Победа на трудовом фронте Каширский гигант с гордостью писали в те дни газеты Конечно, гигант по масштабам того времени Строительство Волховской гидроэлектростанции Более крупной энергосистемы План электрификации для Ленина Комплексный, многогранный план Надо добиться, пишет он, чтобы каждая электрическая станция Превращалась в опору просвещения Социализм это развитие духовного богатства личности Широкое распространение культуры Довольно грошовых истин Из сердца старое вытри Улицы наши кисти Площади нашей палитры Так говорил поэт новой эпохи Владимир Маяковский И действительно, искусство тех лет Стремится выйти на площади Быть понятным всем Создавать яркие, открыто агитационные образы Неповторимый дух времени Впервые в истории к культуре приобщаются миллионные массы Первые революционные пьесы на сцене профессиональных театров Наша задача, говорит Ленин Побороть все сопротивление капиталистов Не только военное и политическое Но и идейное Самое глубокое и самое мощное Искусство принадлежит народу Крылатая ленинская фраза Становится программой развития социалистической культуры Владимир Ильич На открытии мемориальной доски Установленный в память павших за мир и братство народов Работа скульптора Каненкова Создаются памятники выдающимся людям Событиям революционной борьбы Памятник французскому революционеру Робеспьеру На открытии памятника поэту Кольцову Сергей Есенин читает стихи Посмотрите редкую съемку Есенина В одном из своих выступлений Ленин сказал Учиться, учиться, учиться И страна учится Открываются новые институты Вечерние школы для рабочих В стране нужны специалисты Техники, экономисты, педагоги Часть интеллигенции в те годы еще бойкотируют новый строй Будущие математики Математики, поэты, физики, астрономы На помощь советской власти приходит и большая наука Академик Бехтерев Агрохимик, академик Прянишников Биохимик, академик Бах Знаменитый физиолог Павлов Родоначальник космической эры Циолковский Советское государство развивалось Крепло Постепенно налаживалось жизнь Мир был уже завоеван Правда, неустойчивый, ненадежный Страна в кольце империалистических государств Предстояло решить еще ряд сложных вопросов международной политики Генуя 1922 год Сюда приехали делегации многих стран На международную экономическую конференцию Глава советской делегации Народный комиссар по иностранным делам Чичерин Выступил с ленинской программой Чичерин сказал Мы сторонники принципа мирного сосуществования государств С различным общественным строем Мы за невмешательство во внутренние дела Сотрудничество, разоружение Ленинская платформа мира отвечала интересам всего человечества Глава третья Ленин среди всех современных ему великих людей Наиболее ярко воплощал в себе гениальность Горький Развитие революционных событий Было общим делом коммунистической партии С гордостью писал о ней Ленин Ей мы верим В ней мы видим ум, честь и совесть нашей эпохи В марте 1918 года правительство Республики Советов во главе с Лениным Переезжает из Петрограда в Москву С этого времени Москва столица Советской России Соратники Ленина Яков Свердлов Михаил Калинин Анатолий Луначарский Время, как говорил Ленин, все еще архитрудное Их жизнь в столице нелегкая, пестрая Из-за океана в Советскую Россию Приехали американский журналист Альберт Рис Вильямс Вскоре он напишет книгу о Ленине И Джон Рид Автор известной книги об Октябрьской революции Десять дней, которые потрясли мир Кабинет Ленина в Кремле Здесь он написал выдающееся произведение марксизма Очередные задачи советской власти Многие другие работы Отсюда Владимир Ильич руководит страной Направляет деятельность правительства Заседание встречи с людьми Ленин был выдающимся теоретиком марксизма Он был великим организатором жизни И одним из самых образованных людей своего времени В его кабинете собраны тысячи книг на разных языках После переезда из Петрограда Ленин был избран членом Московского комитета партии И депутатом Московского совета Несмотря на огромную занятость Он добросовестно выполнял свои обязанности Часто выступал на рабочих митингах 30 августа 1918 года Во время митинга на заводе Михельсона На Ленина совершено покушение В течение нескольких дней Жизнь вождя революции была в опасности В правительство поступали сотни звонков, писем Рабочие хотели знать о здоровье Владимира Ильича По просьбе рабочих была проведена киносъемка Вы видите кинокадры прогулки Ленина во дворе Кремля Субтитры создавал DimaTorzok Воздоровление и снова напряженная работа Ленин ясно и твердо ощущал свою связь с миром Его рука все время лежала на пульсе страны Ленин на параде войск Всевобыча Это май 1919 года Ленин на праздновании второй годовщины Великой Октябрьской социалистической революции АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры подогнал «Симон» В Кремле, рядом с кабинетом, скромная небольшая квартира. Здесь жил Владимир Ильич. И здесь же нередко принимал посетителей, часами беседовал с ними. Его главным оружием было слово. Петроградский рабочий Емельянов вспоминает. Я побывал на многих собраниях, слышал ораторов, большевиков и меньшевиков и каких угодно партий, но такого оратора, как Ленин, я не слышал. Его слова соединяли людей и открывали путь. Другой рабочий, Данилов, писал. То, что говорил Ильич, захватывало и зажигало. Исчезал страх, пропадала усталость. И лишь редкие дни отдыха в подмосковном доме в Горках. Немногие часы с близкими, с семьей. Но и здесь Владимир Ильич продолжал работать. Октябрьская революция решала общие, коренные вопросы, встающие перед человечеством. И Ленин, вглядываясь в будущее, писал о полном развитом социализме, как о перспективе международного социалистического строительства. Это было важным научным ленинским открытием в марксизме. Исключительное внимание уделял Ленин национальной политике. Это мировой вопрос, писал он, без преувеличения мировой. К 1922 году в итоге развития освободительного движения назрела необходимость государственного объединения народов России. Мы, подчеркивает Ленин, хотим добровольного союза нации. 1922 год. 30 декабря. В Москве открылся первый всесоюзный съезд Советов. Здоровье Ленина к тому времени ухудшилось. Он не был на съезде, но готовился к нему. Написал тезисы. Они явились программой работы съезда. Пятилетний юбилей. Гражданская война спаяла рабочие классы крестьянства, а в этом залог непобедимой силы. Голод прошлого года тоже преодолели. Теперь все цело за экономику. На съезде Советов было создано государство нового типа. Приняты декларации и договор об образовании свободного и равноправного Союза Советских Социалистических Республик. Советский тип государства нами завоеван. Это шаг вперед всего человечества. Так определил Ленин всемирное значение объединения наций. Итог победы октября. Социалистическое движение творит новые, высшие формы человеческого общежития, когда законные потребности и прогрессивные стремления трудящихся масс всякой национальности будут впервые удовлетворены в интернациональном единстве. Ленин. Он был мудрым и проницательным. Решительным и скромным. Обаятельным и простым. Был самым дорогим, самым человечным человеком. Идея и дело его бессмертным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин